Вот несколько вопросов, которые, мне кажется, можно было обсудить с точки зрения нас, хирургов. Это как быть с эндоскопическим удалением зубчатых аденом и как к ним относиться, учитывая, что они очень агрессивные оказываются. Объем операции при синдроме Линча, какой выбрать. Объем резекции при раке поперечной ободочной кишке, которая обсуждается хирургами до того, как мы говорили о иммуногенетике. И целесообразность хирургического лечения четвертой стадии колоректального рака. Говоря о зубчатых аденомах, я тут должен процитировать статью, которая вышла в 2016 году из Института колоректологии, где прямо цитата, вот эта приведена, где прямо указано то, что, возможно, плохие результаты лечения колоректального рака зачастую связаны с тем, что мы недостаточно внимания уделяем именно сидячим зубчатым аденомам. И вот что мы знаем про них. Оказывается, что 4 раза чаще эндоскопическое удаление в зубчатых аденомах, сидячих зубчатых аденомах оказывается неполным, что приводит к довольно быстрому рецидиву зубчатой аденомы. Более того, обязательным условием удаления зубчатой аденомы на сегодня в стандарте, кроме тех американских стандартах, которые удалось найти, является эндоскопическая мукозектомия, а не просто удаление, так сказать, этой аденомы. И это сопровождает существенно меньшим числом рецидивов по сравнению с обычным удалением. И при такой вот операции эндоскопической эндомокозектомии зубчатой аденомы более 20 мм, в среднем у пациента у этого имеется еще 4 простых аденомы, 40% имеют дополнительную аденомы с тяжелой степенью дисплазии, и почти 1% этих пациентов был найден ранее выявленный и не заподозрен у этого больного рак толстой кишки, что тоже очень важно. Поэтому в отношении зубчатых дном должна быть, наверное, выработана более агрессивная скрининговая хирургическая стратегия, о чем сегодня только начинают говорить. Следующий вопрос. Рак поперечной ободочной кишки. Какой объем резекции выбрать? И мы это обсуждали просто в хирургических сессиях. Было три варианта. Сегментарная резекция, расширенная левосторонняя или расширенная правосторонняя гемекологтомия. И вот после того, что сказал Никто Александрович, я думаю, что все с этим согласятся, по крайней мере, патологи и генетики, что водораздел между правой и левой половиной ободочной кишки с точки зрения биологии опухоли проходит как раз по селезеночному изгибу. И поэтому, удаляя при расширенной правосторонней гемекологтомии при раке поперечной ободочной кишки правую половину, наверное, это было бы, помимо того, что это удобнее с хирургической позиции, на мой взгляд, это было бы еще и логично сделать в принципе. Вот исследование, которое показало, что все равно большая часть хирургов делают расширенную правостороннюю гемекологтомию при локализации опухоли в поперечной ободочной кишке. Есть также разница в хирургических результатах в одном из исследований, но в целом в отдаленных результатах онкологических разницы между этими объемами резекции не найдена пока на сегодняшний день. Тем не менее, хирурги, мне кажется, должны помнить, что поперечная ободочная кишка, все-таки надо относить ее с точки зрения биологии опухоли именно к правой половине. Следующий вопрос – это объем операции при синдроме Линча. Мы знаем, что на сегодня стандартом, который прописан во всех национальных рекомендациях при синдроме Линча является объем резекции в виде колоктомии с иллюректонастомозом. Есть другие мнения. Есть мнение, допустим, по крайней мере, если оно не изменилось, Юрия Анатольевича Шилыгина, которая считает, что нужно сделать колоктоктомию, например. Есть мнение, что достаточно сделать сегментарную резекцию и дальше активно наблюдать этих пациентов. Тем не менее, мы знаем, что, ну вот есть, собственно говоря, консенсус по синдрому Линча. И мы знаем, что если мы применяем в отношении этих пациентов сегментарную резекцию, то риск возникновения у этих больных в дальнейшем повторных и там третичных уже раков в ободочной прямой кишке возрастает довольно существенно. Тем не менее, вот последнее исследование, это Никита Александрович мне в последний момент скинул эту замечательную презентацию, показывает, что есть разные варианты синдрома Линча, разные типы мутаций в разных генах, вы видите, что есть один из вариантов синдрома Линча с мутациями в гене ПМС-2 и МСХ-6, когда вероятность возникновения второй опухоли этого пациента существенно ниже, чем у другого варианта синдрома Линча. И вот у этих пациентов вполне можно ограничиться сегментарной резекцией с активным потом наблюдением в течение жизни этих больных. И таким образом мы должны тоже сегодня понимать, что тактика превенции, скрининга и лечения пациентов с синдромом Линча должна быть более дифференцированной. Наверное, их не стоит всех группировать в одну кучу. И последний вопрос, который хотелось бы осветить, это целесообразность хирургического лечения четвертой стадии. Данил Львович хорошо показал два типа больных с клоректальным раком с очень агрессивным течением. И здесь возникает вопрос, а надо ли нам делать обширные, допустим, резекции печени при наличии резектабельных пока метастазов в печени, когда у нас имеется, допустим, MSI-хай опухоль или когда у нас есть мутации в Керас или в БРАФ генах. Значит, вот исследование, которое мне когда-то предоставил Артем Зелинский, спасибо ему за это. Значит, оказалось, что MSI-хай статус в целом на круг не влияет на прогноз у пациентов, у которых есть метастазы в печени, они были прооперированы. Об этом тоже стоит задумываться. РАС-мутация существенно ухудшает результаты хирургического лечения метастазов в печени. Вы видите, насколько отличается выживаемость. И здесь тоже возникает вопрос, если мы имеем больного с негативным прогнозом, с РАС-мутацией левосторонней опухоль, то надо ли нам всем этим пациентам, даже при наличии резектабельных метастазов по современному представлению в печени, выполнять этот хирургический этап или лучше удлинить этап лекарственного лечения, чтобы понять, какой будет ответ на это лечение. Ну и такая же история с БРАФ-мутацией. Здесь все гораздо хуже вообще. Мы видим, что БРАФ-мутация вообще превращает все наши усилия хирургические в отношении метастазов в печени в ничто, поскольку безразивная выживаемость крайне низка. И здесь тоже надо, видимо, выделить правосторонние раки с БРАФ-мутацией при отсутствии MSI-хай, которые, наверное, тоже не должны быть подвергнуты хирургическому лечению, особенно обширным резекциям печени, потому что мы понимаем, что прогноз у этих пациентов, к сожалению, будет негативный. И на этом я хотел бы свое коротенькое сообщение хирургическое закончить. Спасибо всем большое.